Дорогие соотечественники! В этот прекрасный июльский день родился мой один очень добрый знакомец, товарищ. Я бы даже сказал покруче, друг. Он такое же отношение имеет ко мне, как и вам, дорогие телезрители, потому что вы его наверняка любите. Любите за его особую богатырскую стать, за острый аналитический ум, образованность и порядочность. Сегодня у него день рождения, и я хочу от имени вас поздравить его с этим светлым днем. Днем Богдана Цирди! Спасибо, Виктор Иванович! Поскольку мы находимся в этой студии, находимся не первый раз, да и знакомы мы давным-давно, и всякого в этой жизни повидали, Я хотел добавить нашим соотечественникам, телезрителям еще одно, что перед нами сейчас сидит один из тех, ну, не знаю, там, двое-трое на всю страну, кто по праву могут называть себя политологами, то есть дипломированные, с книгами, исследованиями, потому что у нас, как известно, что они, вот как футбольные болельщики, у нас все политологи. Политологов больше. Да, и мне всегда нравилось в твоих исследованиях две вещи. Первое. Дружба с цифрой. У нас обычно социологи, политологи избегают каких-то измерений таких, скажем, общественного мнения, корреляций, сложных вот таких вопросов, избегают, потому что ни черта в этом не смыслят и не хотят смыслить. Ну, вот что начальство, как бы, захотело, то они и брякнули. А у тебя как-то вот все проходит через этот анализ, и это, безусловно, редко в нашей социологии. Второе, что мне нравится, это глубокое понимание того, что и политология, и социология гроша ломаного не стоят, если мы не имеем дела с менталитетом людей, то есть с культурными их традициями, с культурной историей. Более того, считается, да, это все какая-то старая архаика, да, причем она здесь, забывая, что мы все родом из прошлого. Скажи, пожалуйста, вот, насколько я знаю, вот, мы молдаване, да, по нашим фамилиям, если я много раз это не устаю повторять, значит, самая распространенная фамилия молдавская у нас Русу, Руснак, Татару, Булгару, Сырбу, есть Яху, Греку, Сасу, саксонец даже, там, в общем, Арнаут, это албанец и так далее. Но у нас есть еще одна таинственная фамилия, часто встречается, кстати, Коман, даже есть название сел. Коман, Куман, это половец. Вот наши молдавские резыши, это из них родом. Но, насколько я знаю, в Казахстане есть тоже, слава тебе, господи, очень много куманских поселений. Вот Джанебек, хан знаменитый и так далее. И вообще, вся эта территория вот Золотой Орды на европейских картах так и называлась, Кумания. Так вот, я знаю, что у тебя, как у нас у всех молдаван, разные крови, поэтому мы все такие разные, все такие непохожие и генетически, да и культурно, и это наше богатство, и слава Богу. Скажи, пожалуйста, вот, судя по тому, что мы на пересечении западной цивилизации, восточной православной, степной, вот у тебя вот сильные эти резышские, куманские корни. Ты бываешь на родине предков своих далеких, вот, которые относятся к этой, кстати, мы тоже относимся к территории Кумании. Как быть человеком на стыке не только трех цивилизаций, а трех генетических линий? Скоро ты, у тебя сегодня день рождения, интересно, твои корни, потому что, скажи мне, каковы корни, мы поймем, что за человек. Нет, это действительно все очень интересно, потому что у нас здесь наша территория с 4 века приблизительно, наша эра, фактически по сей день, ну, грубо говоря, можно сказать, по 1812, но это очень грубо будет, я говорю, по сей день, была фактически колонизирована или под влиянием находилась степных племен. Да, то есть были гуны, потом мы имели печенегов, потом мы имели, соответственно, куманов, половцев, потом татаров, тарамонгол, да, турков. Сегодня вот на юге у нас по сей день гагаузы, да, то есть те же тюрки, тюрки, да, которые... Только они разве что православные, да, православные, православные тюрки и так далее. То есть у нас весь юг, юг всегда находился под влиянием тюркских цивилизаций, тюркских народов. Нравится нам это или не нравится, понимаете? Ну вы же пройдите там, все названия на юге это либо Лия, да, Казаклия, Баймаклия и так далее, да, Киселия и так далее, да. Либо там, то есть не только тюркские, но и куманские, и татарские элементы и так далее. Это у нас видно и по топонимике, да, то есть городов, сел и так далее, с одной стороны. С другой стороны, там, по нашим именам видно, да, вот что вы говорили, татару, коман и так далее, да. Я хочу еще одно сказать, извини, что вклинив вас, чтобы мы не забыли. Вот когда мы слышим фамилии, ук, юг, ак, окончание, ну, например, я сейчас назову, там, чтобы не попадали с кресел, и, допустим, рядом по фамилии, ткач, ук, плахотн, юг, вот эти окончания на ук, юг, ак, это точно доказано, куманские, куманские, и так далее. И плюс, что удивительно, окончание энко, нету славян окончания энко, только у украинцев. Почему? Унаследовано от казаков. А кто такие казаки? Те же куманы, те же половцы, которые принимали в свои ряды представители других народностей. Ну, это так и есть, потому на Украине сохранились многие такие... И такие фамилии упомянул рядом с Лавгой, но это все, как говорится... То есть это и топонимика, с одной стороны, это и структура наших имен, фамилий, структура нашего языка, да, когда у нас сотни, а может тысячи слов, да, которые мы уже не всегда используем, но тем не менее, диван, сарай, щаун... Тамаша тоже, да, щаун, там, то есть десятки, десятки, десятки слов, да, там, матапазлык, бакшиш, там, ну, очень, гаджик, гаджик, ну, их сотни, 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 да. Это же черба, это шупап, фактически, да? Действительно, да, или колым, да, и так далее. Это все, это сотни турецких, давайте так правильно скажем, слов, да, из вот этого ареала. Но я вам скажу, что и генетически даже, вот, обратите внимание на определенных людей у нас, я даже обратил внимание, вот, люди, у которых есть фамилии с определенными окончаниями, или с, ну, допустим, Коман, или Татару, и так далее, среди них очень редко можно блондинов чистых найти. Ну, как, можно, но очень редко, да. То есть видны сразу вот эти азиатские черты, эти куманские, монгольские, монгольские, татаро-монгольские, тюрские и так далее. Не кажется ли тебе, что не зря их называли степными богатырями? Понимаете, у нас стоит характер, да, с одной стороны, но и само мировоззрение имеет вот этот азиатский налет в том плане, в том плане, что вот это гостеприимство, да, оно же имеет азиатские корни, потому что, когда ты находишься в степи, и вот у тебя стоит юрта в степи, да, то есть ты полностью беззащитен. И ничего вокруг. И ничего вокруг. Тебе укрыться некуда, да, тебе укрыться некуда. Поэтому, когда на тебя нападает враг, или нападают определенные племена, там, и так далее, ты, твоя первая линия защиты, это гостеприимство. Если нет рядом воинов, они где-то находятся в компании, в походе, или за добычей, да, ушли, первое, что тебя может спасать, это гостеприимство. И вот эта широта души, да, степной, да, закон гостя, да, вот это у нас передалось, я просто убежден, в этом именно тюркских народов. И к Малдаванам перешло отсюда. Конечно, потому что у тех же римлян, если взять, или у наших братьев румын, да, они более прагматичны. У них же даже поклонение к божеству носило прагматичный характер. То есть я тебе даю, чтобы ты мне дал, то есть я приносил, допустим, пожертвование Бадине Юноне, поклонился Бадине Юноне, да, Бадине Любви, скажем так. Так я жду от нее, чтобы эта девушка, ради которой вот я принес тебе барана, чтобы она в меня влюбилась, да, образно говоря. Или я поклонился там другому, Дионису, или кому. А тут безусловный закон, гость это святое. Конечно, гость это святое. Без никаких вознаграждений. Я уже не говорю о том, о других факторах, политических факторах, и не побоюсь этого слова, экономических. Что я имею ввиду? В свое время писали многие историки, да, и самый знаменитый румынский историк, что первая династия мэнская, Басараба, она была... А, Нягуджувара. Да, 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 Нягуджувара. Глубокий историк. И писали, что первая династия румынская, то есть мунтянская, давайте ее так назовем, она же была куманской. Басараба. Да, да, басараба, то есть это куманская, другие говорили, монгольская, но по сути, по сути одна... Это половецкая, куманья. Понимаете, половецкая, это первый момент важен, то есть политически. Это, кстати, степа Буджакова. Буджакова. Да, да, да. Тюршка. Это первое. Второе, давайте не забывать, что у нас вот когда Молдова, Молдавское княжество, вернее сказать, вот эта территория, попадает под контроль Золотой Орды, Баты и так далее. Это было где-то 1220-1245 годы. Вот когда эти земли и на европейских картах куманья. Безусловно, и когда появляется Молдов, Молдавское княжество, то есть приблизительно, как мы говорим, 1359 год. Благодаря чему оно появилось? Благодаря тому, что монголы, татаро-монголы привезли с собой китайские технологии, с одной стороны, они привезли с собой китайскую экономическую модель, персидские монеты, коммерцию, то есть торговлю. Печи, лежанки, камни. Конечно, конечно. То есть они дали мощнейший толчок развитию городов на юге, развитию торговли. И благодаря этому уже буквально через столетие на нашей территории появляется Молдавское княжество. То есть именно монгольское влияние оказало действительно... Я хочу, копает, вот как раз периода куманья, как раз, да само слово чешмя, тишень, это же все куманские и тюркские. Я слышал, даже понимая, что такие слова, как дойна и так далее, тоже имеют определенное происхождение, коннотацию именно из тюркского культурного ареала. Вот эти элементы, когда мы смотрим, да, то есть влияние на словарь, на топонимику, на динатический код, да, то есть даже на внешность. У нас каждый второй брюнет, ведь Геродот, Геродот, потом Страбон, потом другие описывали. Даков как? Это блондину с голубыми глазами, да, среднего роста, крепко сложный и так далее. Ну, даки это как по... Ну, восточное ответвление, да. Это ответвление, основная масса это геты. Даки это так, ответвление за горбатами. Ну, так вот, обратите внимание, где сегодня, вот сколько у нас в Молдове этих блондинов, да. И то славянского, да больше. Да, и те, они славяне, понимаете. Когда мы копаем в наш генетический код, мы видим здесь тюркский элемент, он даже на лице, понимаете, на фейсе запечатлен. Возьмите Софию Ротару, там вот типаж классический, да. Вот классическая, молдавская, скажем так, внешность моей точки зрения, с большими вот скулами, да, с миндальными глазами. Помнишь эти девы-половецкие красавицы? Да, 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 красавицы, которые вот все русские князья об этом не всегда любят говорить. Но все вот женились по разным причинам, кстати, обычно политическим. Но я бы сказал, что все-таки и фактор красоты, и фактор тоже играл, да, когда есть характер, да, и характер, да, и так далее. Вот эти моменты, да, они же запечатлелись в нашем коде культурном. Включились, интегрировались. И поэтому вот у нас, в отличие... Да и у румын это, в принципе... Особенно на мунтене, юг туда. Да, ведь когда у нас, я помню, по истории, когда мы проходили, да, вот был этот феномен бонжуристов в Румынии, да. То есть это молодежь, как мы называем ее сегодня, золотая молодежь, которая ездила в Париж, якобы на учебу, и возвращались оттуда с манитюром, в платьях, с париками, да, и смотрели на всех этих местных, да, ну, как на некое быдло, да, как на некое... И они возмущались чем, да, вот этой именно турецкой, ориентальной культурной, вот этим отставанием якобы от просветленной Европы, да, что у нас здесь Турция, у нас здесь Османская империя, у нас отсталость, у нас здесь вот вся эта, как бы он сказал, азиатчина якобы, да. Кстати, я тебе не напоминаю ситуацию сейчас. Так то же самое, понимаете, я... Просвеченный и просветленный. Вы обратите внимание, вот когда выходит ГИМП, я даже статью вынужден был написать по этому поводу, выходит ГИМП, и эти хотят нас завести в Монголию, да, эти хотят... Ты смотришь, стой, 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 стой. Это АСАМ, это раз, а два. Я просто взял и проделал вот такой, как вам сказать, сравнительный анализ Молдовы и Монголии. Я вам честно говорю, да мы ни по одному, вообще ни по одному критерию, я быстро назову их, даже рядом не стоим с Монголией. Нам до Монголии, когда Токио пешком, я вам честно говорю. Во-первых, по ВВП на душу населения, да, если у нас где-то две тысячи, у них приблизительно около трех тысяч. Вот за что я люблю, у тебя всегда цифра, аргумент. Я не говорю сейчас точно-точно, я говорю приблизительно соотношение, да, вот, две тысячи на три тысячи долларов на душу населения. Индекс коррупции, то же самое, они там на несколько десятков пунктов, пунктов на 20, наверное, выше нас. То есть у них коррупции намного меньше, тем более сегодняшний монгольский президент, вы видели, джудаист, туда-сюда, дал олигархам... Строго? Да, очень строго, дал ультиматум, если там в течение двух месяцев не возвращаете все бабло из офшоров, будете сидеть. Третье, понимаете, индекс человеческого развития, да, то есть там индекс образования, индекс долгожития, долголетия, приобщение к спорту и так далее. У них тоже выше, понимаете, то есть индекс там внешних инвестиций. Индекс демократии, индекс демократии, я вам, там на три головы выше. Если мы сегодня берем Молдову, и вы же видели, я говорил об этом десятки раз. У нас вот World Economic Forum и в 2014, и в 2015, и в 2016 называл нас самой коррумпированной инвестицией в мире. Это раз. Два, это говорил World Economic Forum, солиднейшая организация. Transparency International, тоже американская, это же не российская. Американская, и не монгольская организация, а американская. Говорили в 2016, мы провалились тогда на 20 пунктов. Где-то со 102 до 122 места. То есть 20 пунктов, это где-то почти в хвосте, в хвосте вот всех классоментов. И особенно во времена Альянса за европейскую интеграцию. Так это я говорю вам про 2016 год, 2017 год. Вот в 2017 году опять там провал, понимаете, обвал. Возьмите другие индексы, вот какие вам угодно, понимаете. Я вот смотрел, я смотрел даже тот же Всемирный экономический форум, качество дорог. Вот 2015, 2016, страна с самыми плохими дорогами в мире. И вот любой индикатор вы возьмите, да, любой, индекс демократии, то же самое, тоже обвал там. Вот я смотрел в этот демокрасии индекс, да, или индекс демократии, который делает, разрабатывает, британский институт есть, легатум. Ну тоже серьезно. Они любят, да, вот эту организацию. Так кто же, мы обвалились, нам до Монголии, я вам честно скажу, очень и очень далеко. Так вот, все эти индикаторы показывают, что реально, когда господин Гимпу сравнивает нас с Монголией, да, сравнивается с Монголией. Побоемся Богом. Да, побойтесь Богом, Михаил Федорович, нам до Монголии реально. Вы что несете? А ведь Азия, Азия, это же не только Монголия, ребята, стойте. А Казахстан, вот где твои родственники? Знаете, я бы взял, вот другой раз, когда мы с вами встретим, я возьму вам конкретные цифры, индикаторы. Но я вам скажу так, я вам скажу так, Казахстан, Казахстан и по уровню ВП на душу населения, там чуть ли не в два раза выше, не в два раза, раза в три выше, чем в республике Молдова, да. Это как минимум раза в три. Потом и по уровню зарплат, там если у нас где-то, скажем, грубо говоря, 250 евро, то там умножай на два, да. 500 евро. И по уровню внешних инвестиций, и по уровню роста ВВП, да. При том, что цены там ниже. Один из самых высоких, кстати, один из самых высоких роста ВВП в динамике, да, среди всех стран СНГ. У Казахстана, вот, ну, выше разве что у Азербайджана. Нефть. Да, потому что там нефть, и там вот все эти идут, все эти трубопроводы, нефтепроводы и так далее, да. И Танап вот запускают сейчас, и другие трубопроводы. И поэтому у Азербайджана и 12% прирост был, и 15% и так далее. Но Казахстан, понимаете, в чем там вся фишка? Ну, во-первых, много нефти, во-вторых, газов, в-третьих, да, там очень много минералов, да. Страна богатейшая. Рядом Китай. Рядом Япония. Понимаете? Рядом Россия. Перекрестие. Самые крупные экономики мира, да, самые крупные. Пересекаются. Ведь Китай, Китай еще в прошлом году, если взять по объему ВВП, по ППС, по паритету покупательской способности, они обогнали США. Если взять по номиналу ВВП, то США пока что впереди там на 3 миллиарда где-то долларов. Ну, печатают доллары. Да, печатают доллары. А по ППС, Китай первая экономика мира. Уже год-два, да. Вот азиаты тебе. Вот, вот тебе азиаты, да. Они сегодня открывают там второй МВФ, понимаете. Мощнейший Евразийский банк развития, да. У них там мощнейшие технологии. Я же был и в Казахстане, был и в Китае. Я просто ужаснулся. Я вам говорю честно, какое развитие идет в Китае. Каждый год по 100 аэропортов открывают. А Михаил Федорович показывает на них пальцы. Ребята, я вам скажу вот так. Ездил, вот ездишь на поезде, да, 300 с чем-то километров каких-то, да, в час. Просто пролетаешь. Ты видишь пустыня, пустыня. И там, бжук, появляется город. Миллиона три-четыре. Спрашиваешь дида, что это? Он там тебе называет какой-то город. Там Гуанчжоу. И он уже пролетел. Да, ты пролетел. Я говорю, когда построили? Говорит, ну недавно, два года назад. Говорит, а за сколько? Говорит, ну год там. Говорит, как? Говорит, за год. Говорит, да так, у нас здесь быстро. В пустыне. Быстро работают, понимаете? Быстро работают. Если они за пару, за неделю могут тебе небоскреб в 100 этажей и так далее поднять. То есть в Китае технологии сегодня это просто ужасающе. Просто ужасающе. Туда сегодня весь мир, весь мир сегодня направляется в зону Юго-Восточной Азии и так далее. Вот туда. Там Япония, там Китай, там Сингапур, там Гонконг, там Тайвань, в конце концов. Южная Корея. Вы понимаете, какие там технологии? Кстати, и Северная начала в последнее время. Нет, там и Северная. Начало-начало. А Вьетнам как резко и загрязно стало. У Вьетнама идет огромная промышленная динамика. Я вам серьезно говорю, мы здесь вот в Европе, скажем так, живем вот в своих мифах. Что вот отсталая Азия, да? Тартария. Говорю, Тартария, Азия, там туда-сюда. Ребята, я всегда напоминаю, да, и вот люди, которые занимаются культурологией, они же это знают. Китай до 15 века, включительно, был самой развитой цивилизацией с политической, экономической, культурной точки зрения. Потому что если мы берем, где... А знаменитый флот Чанхэ, который дошел. Конечно, да. Где первая бумага в мире? Где первый порцелан? Компас. Где компас, где шахматы даже? Не в Индии, в Китае, понимаете? Футбол даже, не в Великобритании, тоже в Китае. Даже, даже печатный станок, понимаете? Печатный станок, это не Гутенберг, а в Китае где-то на несколько веков раньше появилось. Где-то в 8 веке уже печатный. Фарфор и так далее. Где все это? А главное, прав у депушка, да, то есть порох, военные технологии и так далее. Где это все было, господа, вы что смеетесь? Они считали засталость. Когда мы в Европе, да, сидели, писали там на папирусе, или черт его знает на чем, эти ребята уже имели бумагу, да, они имели печатные станки, они уже имели военные технологии с использованием пороха и так далее. А доктрин, а философские доктрины, военные доктрины, суньзи, все. Да, работа суньзи. Сейчас во всех академиях изучают. Да, сейчас уже вот есть европейские ученые, да, вот мне подарили одну книгу про стратагемы, да. Суньзи, Удзи. Да, 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 действительно, Удзина, Суньзи. Так, ребята, это же в Китае сегодня вот эти 37 стратагем, которые китайцы, вот каждый китайцы чуть ли не знает наизусть, да, и на фоне которого принц Матиавелли, работа Матиавелли, кажется просто, как вам сказать, ну... Это еще ребяческая, как бы, первые опыты. Да, 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 это работа для студента первого курса там, а может быть... А там академики. Да, а там уже академия, да, когда ты берешь вот все эти стратагемы в контекстах, в одном, втором, третьем. Применяется... Да, то есть до Китая, действительно, нам до Японии, до Китая, где все роботизировано, где огромнейшие технологии, где в Японии уже 83 года средняя продолжительность жизни, да, где ВВП, там Япония является, по-моему, первым кредитором Соединенных Штатов после Китая. То есть Китай, Япония, Россия. Вот кто главный кредитор США? Они, вот они. У США 20 триллионов внешний долг, 20 триллионов долларов. Кто кредиторы? И вот, отвечая на вопрос, кто кредиторы... Где-то штук 5, только Китай. Да, это Китай, штуки 2, там 3, чтобы не соврать, это Япония. И пошло-поехал. Да, да, Германия, Россия, вот они где. То есть весь евразийский блок, весь вот этот блок, скажем так, этих стран, Китай, Россия, образно... Гарантирует паритет доллара. Во-первых, паритет доллара, во-вторых, рост мировой экономики, сколько лет Китай обеспечивает рост мировой экономики. Понимаете? Весь мир сегодня на китайских технологиях. Весь мир сегодня, возьмите любые часы, любой гаджет, любой телефон, любой лаптоп, любой, я не знаю, iPad, все, что хотите. Это все made in China, хотим мы этого или нет. И вот вернемся... И Трамп, бедняга, пытается, вы видите, вернуть производство из Китая, вернуть его в США. А не очень получается. Ничего не получается. Против закона в экономике. Потому что здесь не только технологии уже нужны, нужна рабочая сила, которая умеет создавать вот все эти технологии. Нужны рынки, понимаете, где ты можешь продать, реализовать все это и так далее. То есть сегодня мы видим, что вот эта тартария, как мы ее называем, идет подъем. И теперь вопрос. А вот наша вот эта, как заезженная пластинка, вот не зря ты, Михаила Федоровича, вот она, но и времен Европа. Так. Мы, подождите, ребята, пункт первый. Вот Урикян правильно как-то раз пошутил. Говорит, мы, Виктор, если мы возьмем карту Европы от Атлантики до Урала и сложим ее пополам, мы видим, Молдова оказывается ровно на этой половине, говорит. И поэтому мне кажется, что просто устарело. Просто многие люди отстали от жизни. И вот я вижу, сколько сейчас проблем на Западе. Вот это не просто Трамп какой-то вот пришел, там, как его и клоуном обзывали, и бог знает кем. А ведь на самом деле это бизнесмен, серьезный мужик, который стал понимать. Он говорит, товарищи европейцы, мы наш рынок вам открыли. Вы зарабатываете, а наша экономика от этого начнет. Дальше. Товарищи финансисты, вы свои деньги вкладываете в Китай, Южную Корею, Сингапур и так далее, и так далее. А в нашу вы не хотите вкладывать, да? А вам нравится, когда мы ваши задницы прикрываем нашими авианосцами, нашей военной промышленности, а помогать вы не хотите? И вот я понимаю, что вот сейчас в этот момент наступил, ну, некий момент, и почему это важно, Богдан, на мой взгляд. Мы маленькая страна, и когда мне кто-то рассказывает, что геополитика не имеет нам никакого отношения, я позволю себе очень сильно поудивляться. Почему? Да как же так? Ведь, давай посмотрим, как только на Западе очередная волна русофобии против азиачины и все, у нас тут же в дуду затрубили, зашумели. Как там какие-то гадости, вот вдруг законный язык устарел. Здрасте, значит. И вообще вот масса. И поэтому мне очень приятно, что ты сейчас рассказываешь о том, что нам пора понять, что и Запад, и Восток – это то, с чем мы должны постоянно считаться. Если мы начнем только против одних дружить или против других дружить, это будет никуда. Я понимаю таким образом, что нашим политикам пора немного прочистить мозги и сказать, ребята, если вы хотите, чтобы наша экономика развивалась, если мы хотим, чтобы у нас были рабочие места, и наши ребята не планировали еще с седьмого класса, чтобы доучусь и потом слиняю куда-нибудь, а вы главное богатство страны – это люди, они недра и так далее, то вы должны ясно и четко понимать, хватит с этим идолопоклонством или демонизацией кого-то. Тартария давно не Тартария, а Европа давно не просвещенная, что-то такое заоблачное и так далее. Везде есть проблемы, но везде есть и какие-то находки, какие-то идеи, какие-то технологии. И вот я хочу призвать, и вот спасибо за то, что наших соотечественников, у нас есть только один единственный путь – вот так смотреть на мир широко и без предубеждений. И я тебя хотел спросить, Богдан, не к дню рождения, как говорят, будь сказано, вот что ты можешь сказать не о политиках, ну, политики от них уже оскомены, а вот про нашу интеллигенцию. Такая ли она интеллектуальная, какое она себя хочет выставлять, учителя нации, учителя народа, или и нашей интеллигенции стоит чему-то поучиться у всего мира? Как ты считаешь? Я не хочу цитировать известную фразу Ленина. Будем честными! Знаете, известную фразу Ленина про интеллигенцию, что интеллигенция – это нации. В реальности… Ведь они не учителя, не профессора… Да, я когда был еще учеником, школьником, у нас был один учитель, который говорил, не пытайте интеллектуала с интеллигентом. Это совершенно разные понятия, потому что интеллигент, он несет в себе и моральную какую-то составляющую, ответственностью, сакральность, жертвенностью, он всегда работает на народу, он для народа и так далее. Он готов, как декабрист в Сибири, он готов жертвовать собой, он всегда носится с какими-то планами, идеалами, и он готов на великие свершения. Вот это интеллигент. А интеллектуал? Что такое интеллектуал? Интеллектуал – это специалист, который может быть юристом, программистом, политологом, который, как у Маркса написано, что у пролетария нет ничего, кроме цепей и кроме своей рабочей силы. И вот он эту рабочую свою силу продает. Мозги свои. Свои мозги, правильно. Он продает свои мозги. Ему наплевать, кому продают, Плахотнюку, Димку, еще кому-то, русским, немцам. Ему главное, чтобы ему было хорошо. И мы видим это сегодня среди наших, даже если взять аналитиков некоторых политических, когда он сегодня с красными, завтра с белыми, послезавтра с немцами, послезавтра вообще всех плюет на всех и начинает свою игру нести. И во всех этих его политических хождениях… В вывертах. В вывертах видно только одно, только одна общность есть. Это деньги. Ради денег эти люди готовы на очень многое. Но я не хочу говорить про качество нашей интеллигенции, интеллектуальное само. Что уже и подготовка не та, и читать не хотят, и писать ленятся. И поведение. И поведение уже, понимаете, оставляет у многих желать лучшего. Мы же видим, как и на политической арене это видно. Ну вот я смотрю таких интеллектуалов, как Настаса, Майя Санду. Я почему вот именно вот эти два имени меня возмущают. Вроде одна девушка в Штатах прошла очень серьезную подготовку. Что говорить, Настаса, парень вроде образованный, все. Но когда я смотрю на поведение этих людей, на их вот моральное, моральный их дух, и вообще вот это вечное какое-то вранье, какое-то приспособленчество. Ей-богу, вот такие люди для меня, пусть на меня кто-то из телезрителей обижается, кто-то нет. Они для меня вот это беда. Те, кто заморачивают голову нашей молодежи. Те, кто от нас заявляет, что она вообще-то за объединение, но она не против быть президентом. Девушка, что такое объединение с Румынией универя? Это разрушение наше. И ты хочешь стать лидером государства, которое ты, в принципе, готовы разрушить. Вот что это такое? Хотя по конституции президент гарант суверенитета, понимаете, и гарант воли народа. Вот это тоже интересно. Извини меня вот за такие филиппики, но ей-богу, вот иногда так вот просто смотришь, и люди ведутся. Ой, наша Юлечка, ой, наша Маечка. Помнишь, что там Юлечка в соседней Украине? Ой, ну, Жанна, да. Знаете, сегодня в чем трагедия? Что в сегодняшнем мире, когда сохранилось то же самое, что в 18-19 веке, просто под другой формой. Есть великие державы, есть державы среднего уровня, есть полуколонии, есть колонии. С моей точки зрения, мы полуколония. Почему полуколония? Потому что у нас еще нет, пока еще нет базы НАТО на нашей территории. Вот когда появится база НАТО. Вот тогда будет полная. Раз, два, европрокурор, два, три. И министры, все вот как грузины приезжали в Украину, да, или в Прибалтике. Американцы там, вот когда у нас будет уже, у нас пока румынские граждане, скажем так. Но пока, когда уже будут чистокровные, да, американцы и так далее, тогда мы скажем, что мы колония однозначная. Мы подчужим управлением. Пока что мы полуколония. У нас офис НАТО есть, у нас вот хаммеры разряжают по ночам, у нас полиция реформирована. 57 миллионов дали им евро в 2016 году на реформу. И наши интеллектуалы, все крысоловы. И вот в таких странах, в полуколониях интеллигенция, я об этом говорил еще Ганди, да, и Неру, и другие, интеллигенция превращается в прислугу, в прислугу великих держав, в прислугу агрессоров, в прислугу... Не народа своего? Конечно, конечно. Потому-то им и не нужно здесь армию даже держать. Почему? Потому что у них есть 12 тысяч неправительственных организаций, куча вот этих СМИ, куча независимых от граждан, конечно, СМИ, куча так называемых не интеллигентов, а интеллектуалов, которые вот готовы их обслуживать. И вы обратите внимание, как все же было сделано. У нас министр обороны, что один, что второй, что третий, да. Они же вот, допустим, маринуются, он же обучался в Соединенных Штатах. И образован там в Соединенных Штатах. Его поставили для чего? Чтобы выполнять, он свой, он подконтрольный, его поставили. Или Чеботару, да, он же в офисе НАТО работал, он работал в ИПП, то есть фонд Сороса. Он работал в других институтах. И его поэтому назначили на должность министра обороны. То есть ставили только проверенных людей, которые прошли шкалеризацию, скажем так, в центрах НАТО, в центрах фонда Сороса и так далее. И Майя Санду, она же работала во Всемирном банке. Да, серьезно. Первый консультант директора Всемирного банка. Это вам не шутка, ребят. А что такое Всемирный банк? И инструмент экономического господства. И влияние. И влияние Соединенных Штатов Америки вместе с МВФ. И понятно, что вот таких людей, финансистов, поставили для того, чтобы разрушить образование. Ведь человек из образования, который был педагогом, ну никогда бы он не смог выгнать 10 тысяч педагогов. Понимаете? Никогда бы он не смог закрыть. Интернаты эти детишки на чего-либо... Прошлый год говорили про 218 школ, сказала Бабук. Сегодня вот я читал, это 240. Именно закрыли, не оптимизировали, закрыли. 240 школ. Почему? Потому что это только финансист. Это богатство нации. Да. Дети. Только финансист. Понимаете? Финансист же... Кто такие финансисты? Это очень холодные, расчетливые люди. Расчет. Понимаете? У них холодный расчет. У них вот ставят 10 тысяч жизней или 2 миллиона долларов экономим. Безусловно, он поставит 2 миллиона долларов. Жизнь о него ни о чем не говорит. Да жизнь ничего не говорит. Она ничего не стоит. А вот 2 миллиона долларов это реальный кэш, это реальные деньги, это реальный профит, это реальное измерение. У него мозги так заточены. У него так, он не виноват. Он робот, он компьютер, он мыслит только в категориях финансовой выгоды. Поэтому для него и школы могут быть непрофитабельными. То есть невыгодными, недоходными. Как может быть образование, это важнейшее, и здравоохранение превратиться в услуги? Это не услуги, это обязанность государства. Люди не понимают у нас... Это не товар, не услуги. Люди как Майя Санду, интеллектуал, я их не могу назвать интеллигентами, они не понимают, что вот есть общество состоит из, грубо говоря, из четырех субсистем. Политическая система, экономическая, культурная, социальная. В каждой системе существует своя система ценностей, систему De Valor. Их нельзя мешать. Их невозможно. В экономической системе главная ценность это деньги, это доллар, это евро. Единица измерения. Единица измерения что? Доллар. И экономика профитабельная. Профитабельная, когда она дает много долларов, много на экспорте, скажем так. Культурная система, она профитабельна когда? В чем измеряется ее профит? В чем ценность? В чем измеряется ценность, профит и так далее? Так я вам скажу, ребята. Ценность ее измеряется в количестве культурных продуктов. Это вам и фильмы, это вам статьи, это вам оперы, это вам мультики, это вам стихотворения, это книги. Это мировоззрение. Это мировоззрение, вот вся эта система, культурная продукция, это даже песни. Это менталитет. Да конечно, вот выходит наша Наташа Гордиенга, выходит Сан Строк Прожиг, берет третье место. Вот оно, ребята. Вот показатель. Вот профиту, профиту културал. Они создали культурную ценность. Они бабки в данном случае. Да, культурная ценность, как писал Дэвид Истон, одна система может конвертироваться в другую. Но нельзя напрямую ставить, измерять, да, и ставить вот ценность из экономической системы с ценностью из культурной системы. Потому что в свое время Эминеску, да, или там какой-то художник, возьмем любого, много художников было, вот на днях даже читал про одного голландского художника. Он был, подыхал с голоду, его картины гроши, гроша не стоили. Динсант Ван Гог. Да, Ван Гог, вот про Ван Гога читал. Гроша Ломанова не стоили. Сегодня любая картина, там, 50, 100 миллионов, и так далее, да. Почему? Культурная ценность, которая не измеряется даже. Донор, это как бы тень. Да у нее даже экономического эктивалента нет, настолько она бессценна. И вы, ребята, в социальном плане то же самое. Это социальный капитал, это человеческий капитал, это демография. Если мы закрываем, допустим, если мы режем пенсию, мы теряем социальный капитал, мы теряем и человеческий капитал. И вот чем мерить? Только ли деньгами? Да, его невозможно деньгами. Потому что один человек может и миллиард создать, и два, и двадцать, и пятьдесят, и сто. Ты его не можешь измерить. Но без человеческого капитала, без людей, тупо говоря. Что мы называем социалкой. Нет государства. Государство исчезает. И поэтому все... Скажем так, нету пчел, улей ничего не стоит. Виктор Иванович, вы смотрите, что делает сегодня? Почему я говорю, что идет европейская колонизация сегодня, западная? Что делает любая колония сегодня? Любая колония, первый момент, хочет контролировать недра твои, это раз. Два, хочет твой рынок, потому что рынок самое главное богатство. Рынок, доступ к рынку. И третье, твою рабочую силу. Твою рабочую силу. Смотрите у нас, что произошло за лет 10-15, мы потеряли миллион граждан. Это оккупация, ребят, это увод в рабство фактически, постмодернистское рабство. Так раньше прискакали, повязали и в рабство увезли. Сейчас по-другому, сами идут. Мы миллион людей увели в рабство, они ушли. Это раз, два. Мы дали рынок, рынок, будьте внимательны, вот у него финансы. Открыли рынок. Несколько, 4 миллиона потребителей, ну грубо говоря, 3 миллиона потребителей. И мы дали им наши сети, присоединили к карманам людей. И они не вложили ничего, они просто выдавливают деньги из людей. Сегодня мы хотим продать. Мы сегодня что делаем? Вон, мы взяли уже фактически. За два дня мы взяли 160 миллионов долларов, вот на прошлой неделе и позапрошлой. У Всемирного банка, у Берда и у Беи. А всего проект 270 миллионов долларов. Знаете, на что мы его взяли, вот за эти недели? На присоединение энергетических сетей Молдовы к сетям Румынии. Нам говорят, да, счастье кое-как. То есть мы берем кредит. А я спросил господина госсекретаря Юрку, говорю, господин Юрку, вот зачем нам это? Он говорит, потому что безопасность энергетическая. Я говорю, слушайте, а у нас что? У нас вот есть сбои с электричеством, с поставками. У нас подорожали так в 20 раз сейчас. У нас вот отключаются электроэнергии. В чем проблема? Мы берем, говорю, кредит, мы берем кредит и мы же возвращаем потом им. Вот такая ситуация, когда мы сами себя в рабство поднимаем. Это один пример экономический. Далее рынок электрический. Ну что, Богдан, как-то казалось 45 минут вроде. Обычно я помню студентами иногда эти 45 минут в окно смоешь, особенно когда лектор скучный. Там птички летают. А тут 45 минут пролетело, как говорится, даже не успели прийти в себя. Ну что, еще раз поздравляю тебя от имени наших телезрителей, соотечественников. С днем рождения. Спасибо. Крепкого здоровья. Ну и оставайся вот таким, какой ты есть. Человеком, я бы сказал, вот если меня спросили, вот какая вот черта Богдана характеризует. Я бы сказал такое, степной богатырь. Вот куманская вот эта кровь степная в тебе, это сила. Вот я думаю, что... А сила есть, ума не надо. Ну, знаешь, что я тебе скажу? Что если знание сила, то это звучит так. Если знание есть, ума не надо. На этом мы закончим. Вот такой он, дорогие соотечественники, наш именинник Богдан Цирдя. Человек с очень таким специфическим своеобразным чувством юмора. И, как я вам уже сказал, это, ну, два-три таких на всю страну людей, которые глубоко и по-научному, и по-человечески понимают все, что с нами происходит. Итак, я заканчиваю своим традиционным призывом. Люди, я люблю вас, будьте бдительны, вечно любящий вас, Виктор Иванович Борщевич и присоединяющийся ко мне Богдан Цирдя. Субтитры создавал DimaTorzok